Овеяна слава и родная Кубань. Это не только название общекраевого месячника оборона массовой работы военно-патриотического воспитания в 2018 году, а еще и образ жизни многих поколений наших соотечественников. Вот уже более 70 лет подвиг советских солдат и офицеров, как ярчайший пример человеческой доблести и героизма, передается от воина к воину. И именно действующим военнослужащим Новороссийского гарнизона дано право первыми воздать почести погибшим бойцам. Само нахождение наших поезд в городе Герои Новороссийске олицетворено присутствием двух родовых составляющих. Это военно-морского флота, воздушно-десантных поезд. Все эти родовые составляющие внесли огромный вклад в дело укрепления обороноспособности страны. Мы пропитаны той славой, железной волей наших поколений и с достоинством выдержим все наши испытания и будем укреплять налейшим обороноспособность страны, прославляя имя города Героя Новороссийск. Армия и флот, ВДВ, а еще воздушно-космические и ракетные войска. День защитника Отечества – день, когда мы говорим спасибо всем, кому обязаны мирным небом. Вооруженные силы России – одни из самых сильных, закаленных, с богатой боевой историей. 23 февраля, ровно сто лет назад, появилась Красная Армия. Поистине сегодня называют День защитника Отечества всенародным праздником. И если посмотреть, кто защищает Родину сегодня, кто ее защищал вчера, кто ее защищал, освобождал и восстанавливал годы Великой Отечественной войны и брать тысячелетия, когда приходит беда, Родину защищают все – и мал, и велик, и женщины, и мужчины, и дети. Мы сегодня гордимся подмигами ветерана Великой Отечественной войны и нашего Советского Союза бывшего, и Российской Федерации, и города Героя Новороссийск. В этом году мы отметили 75 лет со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков, 50 лет Всероссийской патриотической акции «Без Козырка», истории создания Красной Армии и Российского военного флота. Самым заметным событием по традиции стала Всероссийская патриотическая акция «Без Козырка». Память о великом подвиге советских солдат Новороссийск хранит до сих пор. Молодые поколения помнят и чтят подвиги своих дедов и братьев. Низкий вам поклон, дорогие освободители, ветераны Великой Отечественной войны. Молодому поколению хочется дать главный жизненный намекас – быть достойными славы дедов и отцов. С гордостью отнести звание патриот Новороссийский. Любовь к своей малой родине и знания о ее героическом прошлом Новороссийцы впитывают уже со школьной скамьи. На протяжении многих десятилетий мальчишки и девчонки участвуют в памятных митингах, приходят на встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, соревнуются в военно-патриотических конкурсах. Атмосфера военного лихолетия, быт, человеческие судьбы, стойкость бойцов, несмотря ни на какие трудности. Все это искренне вдохновляет сегодняшнюю молодежь на служение своей стране. Итоги всех мероприятий, прошедших в рамках месячника оборонно-массовой работы и военно-патриотического воспитания молодежи, а их в Новороссийске было проведено более двух тысяч, специалисты подведут уже в самое ближайшее время. По традиции победителей во всех номинациях и тех ребят, которые займут призовые места, наградят почетными грамотами и памятными подарками. Юлия Савковская, Андрей Супрунов, Новая Россия.